Итак, всем привет, с вами Дубгей, и мы начинаем играть за германскую империю в Кайзер Райф. Наконец-то я решил добраться до самой, можно сказать, главной страны этого мода. Сортуем мы с очень мощной промышленностью, мне кажется, только в США может быть больше фабрик, да? И, собственно, военных у нас много заводов, и нормальное количество верфей. Плюс мы обязательно берем контроль над Ост-Азиатским флотом и возвращаем все части верфей, которые... Сейчас же модификатор пропал, которые работали на Ост-Азию. И, соответственно, давайте промытаем как раз таки день. Вот у нас через 19 кораблей, 19 точнее верфей строят наши корабли, потому что нам очень важно заполучить присутствия на море. Очень много наших ресурсов непосредственно приходит из наших каких-то колоний, марионеток или других подобных путей. То есть вся наша нефть, допустим, здесь может пропасть. Какие-то ресурсы. Все это море, нам очень нужно его контролировать. На самом деле у нас не такая ситуация, как в Германии в Первом мировой, точнее в Ваниле. У нас очень даже серьезный флот, который вполне себе можно противопоставить флоту интернационала. Единственное, вот этот азиатский флот, который я как раз таки взял себе, очень устарело, как можете видеть. Там почти все корабли первого уровня с как бы устаревшими проектами. Следовательно, его, конечно, не так хочется вводить в бой. Здесь у нас тоже устаревшие корабли, но у нас потихоньку достраивается много более современных кораблей, плюс, очевидно, мы будем стараться строить по-новее эти тяжелые крупные корабли. Ну и мы постараемся настроить себе истребителей тактических бомбардировщиков, именно ими помогать также на море. Ну и у нас в будущем будет как бы два главных противника. Это интернационал и это Россия, потому что Россия тоже в один момент нападет. Так что нам надо будет прицелиться так, чтобы во время их примерно одновременного нападения у нас были силы и там, и там, причем в достаточном количестве. Поехали. В Россию приходят Корнилов в Класте, ничего нового. Обычно так и происходит. По каждому событию, самое главное событие, это будет у нас черный понедельник. Так что мы уже идем по фокусам, по каждому политическим. В принципе, будем идти вот сюда влево, чтобы получить советник на минус ТНП. И затем вот этим экономическим трем выборам мы возьмем себе сталькрупа, чтобы получить самый жесткий по производству бонус. Вейнпром тоже очень сильный на самом деле, потому что здесь минус стоимость производства. Но его нету для авиации. Этот баф идет для всего, то есть повыгоднее будет. Ну и мы буквально немножко подстроим фабрик. У нас на самом деле 75 фабрик здесь. Из-за торговли у нас сразу огромный плюс образовался. На самом деле будет чуть поменьше. Но я хочу достроить буквально чуточку, чтобы у нас хотя бы сотка держалась плюс-минус всегда. И потом уже начнем жестко застраиваться военными заводами. Возможно еще немножко верфей дострою. И вот она наступила, черный понедельник. Поэтому мы бежим брать вот эти два фокуса сразу после этого. Все равно нам понадобится этот. Ну и здесь выбираем потратить стабильность, точнее потратить политическую власть вместо стабильности, потому что стабильность, конечно, очень важна. Также мы очень много будем делать добровольцами всяких действий, потому что нам нужно везде будет помогать странам бороться с восстаниями интернационала. Ну, допустим, здесь мы в Афганистан отправляем, но это больше для фарма-опыта плюс противодействия Антанте. Антанта, в принципе, может быть нашим союзником, но, скорее всего, в один момент она все равно станет противником. И тут у нас важное решение про финансовые проблемы в колониях. Я думаю, стоит помогать им только сколько нужно, потому что если металла Африка развалится, будет неприятно. Мы стараемся ее поддержать. И также Остазия тоже. Они дают очень важные ресурсы, ну и плюс какие-то также военные ресурсы. Тем временем в Польше приходят власти синдикалисты. Это значит, что в один момент нам это придется поменять. А мы потихоньку в Китае фармим опыт, но очень-очень медленно. Ну и с Аргентиной вон у нас торговая сделка, конечно же, берем. Потихоньку мы движемся к фокусам. Завершить централизацию, это позволит нам Черный понедельник чуть-чуть ослабить. Затем нужно будет зайти экономические фокусы. И, собственно говоря, мы сможем уже избавиться полностью от этой проблемы. Как раз таки, вот у нас ивент с этой Польшей. О том, что мы не можем себе позволить иметь... Так, оружие Виннесуэла. А Виннесуэла даст на МТНП. Виннесуэла имеет... Ну, по этой нормальной идеологии. Оставляем. То, что мы не можем себе позволить иметь синдикалистов под боком. Следовательно, я на всякий случай заранее вставляю сюда армию. И затем... Ну, как раз они дойдут все до места. Автоматически выберется первый вариант. Мы отправим им требования. Ну, и Польша отказывается задаваться. Следовательно, мы объявляем войну. Единственный вопрос. Нет, мы все равно военно-экономику сделать не сможем. Поэтому смысла ждать чего-то нету. Просто по-быстрому ее закатаем. Ну, и тут, конечно, нет проблем. Можно даже авиацию сюда отправить ради опыта. Ну, и без проблем мы, конечно же, маленькую страну это захватываем. Тем более, я еще авиацию сюда подослал. Авиацию подформить опыта авиации. Очень приятно здесь, конечно же. Ну, вот падение Варшавы. И... Варшаву мы взяли. Гоите, просто с нас поддержать? Ну, давайте. Почему нет? Собственно говоря. И сейчас, я так понимаю, нам нужно будет выделить... Да, придумать, что с Польшей делать. Ну, давайте выделим лояльное государство. Не будем тратить ресурсы на гарнизоны. У нас тут очередной ивент про Бельгию. Можно... В Бельгии случилась революция. И можно оставить все как есть. Но они присоединятся к Рейхспакт. То есть, как бы, технически они все еще будут на нашей стороне. Но уже не нашей марионеткой. Либо же сказать, что мы не зададимся и атаковать. Ну, как вы можете видеть, я свой выбор уже сделал. Нужно только генералу сюда подвыбрать. Потому что я уже их на добровольцев готовил. И, собственно говоря... Вот этого парня. И, собственно говоря, сейчас мы вернем к Бельгию в нужное место. И, в принципе, войска на позициях. На всяких случаях, здесь даже 2-я армия подогнал против Франции. Если вдруг Франция что-то там начинает говорить. И мы забираемся обратно в Бельгию. И позволим мы инакомыслию в Рейхспакте развиваться. Постараюсь я на самом деле с меньшим количеством потерь, но вряд ли так получится. Но только что ивент проскочил на то, что там кто-то остается на плаву. Это, я так полагаю, была наша Африка. В Африке типа там остались на плаву компании. То есть позитивный ивент. Я надеюсь, что она не развалится. И, в принципе, будет потом нам очень даже полезно. В Болгарии начинается заварушка. Австрийская империя поддерживает Болгарию. Ну и мы, конечно, тоже. Мы там, где Австрийская империя, там и мы. Вот эти страны скоро начнут воевать. Мы, я думаю, отправим добровольцев именно в Болгарию. Тут запрос из нашей снова в Брянетке снять ограничения по морю. Конечно, мы снимем. Пускай они развиваются. Хотя, я не думаю, что они смогут особо что-то построить. Но любая помощь это помощь. В Испании начало гражданская война. Это значит, что мы отправляем в Испанию танки. Обычно я отправляю пехоту, чтобы поформить просто опыт. Но в этот раз можно вполне себе отправить танки. Именно, чтобы Испания победила. Потому что нам пригодится союзник на юге Франции. Швеция к нам хочет вступить. Конечно, ее принимаем. Почему нет? Любой союзник это союзник. И сейчас начнем мы воевать в Испании. Избавились мы от первого модификатора. Идем дальше по экономике. Зайдем мы только, наверное, перед этим в ячейку исследований. А затем пойдем по Сталик-Рупа, чтобы разблокировать возможность снять дальше в Черный понедельник. А еще и Финляндия к нам решила вступить. Добро пожаловать. Параллельно у нас отъедут добровольцы в Болгарию, потому что Болгарию начали что-то жесткое пробивать. Самолеты уже здесь. Собственно говоря, уже помогают. Но еще пехота прилетит. У нас подъехали выборы 37-го года. Можно ставить текущую партию. В этом есть свои плюсы. Мы и политики побольше получим. И популярность партии тоже текущая будет больше. Но здесь есть вот этот парень, который мне не нравится. И вместо него мы можем поставить вот этого парня на плюсы к армии и вот этого на ресурсы и заводское производство. Ну, на самом деле вот эта партия была бы очень непопулярной. Хотя, нужно подумать. Да, давайте возьмем вот эту партию. Здесь есть эффективность ресурсов и объем производства. Это самый полезный на этом слоте советник. Ну, по крайней мере, из текущего. Этого поставить, допустим, нельзя. А из этих это, в принципе, самый полезный. Из этих трех. Так что, именно его берем. Партия у нас становится социал-демократическая. Ну, в целом, нам особо без разницы. Тем временем, в Америке началась гражданская война. Ну, и мы здесь можем поддержать разные варианты. В целом, у нас, на самом деле, два варианта, которых мы можем поддержать в реальности, так сказать. Это либо Союз Штатов, либо Тихоокеанский Штат. Я думаю, поддержать Союз Штатов. Случилась эволюция. Пришли к власти военные. Короля отправили из страны. Собственно говоря, для нас, наверное, это вообще ничего не значит. Нам особо без разницы. Вот. Тем временем, мы тут потихоньку воюем на нескольких фронтах сразу. В Болгарии здесь помогаем. Здесь в Союзе помогаем потихоньку. Авиацию мы им тоже заслали. Сюда тоже по армиям. И опыт, и новых союзников. Интересная вещь. С нами обосновывает цель войны Российская Республика. Не очень я уверен, что это как. Возможно, это с Дон Кубани. Но на всякий случай я войска все-таки на восток отправлю какие-то. Что проще их потом вернуть оттуда, чем придумывать, как туда их быстро отправить. Вот и ивент. Ну, слушайте, Дон Кубанский Союз в Ригспакт? Да. Почему бы нет? Так, ну, я нажал вступить. Я надеюсь, ничего не забагается. Я... Да, все отлично. Ну, Россия, хотите вы нападать, нападайте. Но наши войска все готовы. И наших союзников тоже. И даже Западный фронт все еще прикрыт. то есть мы кое-как здесь можем продержаться и здесь в наступлении выйти, если вдруг как-то Франция захочет вмешаться. Россия объявляет войну, но только этим странам. Собственно говоря, Дон Кубани они не объявили войну. Так. Ну, надо делать, конечно же, официальное расследование, почему бы и нет. Кстати говоря, чем-нибудь Африка близка к распаду, надеюсь, она продержится еще немного. Ну и, судя по всему, Россия решила отступить. Дон Кубань останется с нами навсегда. Это очень приятно. Это как раз-таки важный проход нашей нефти. Очень нам нефть нужна будет и сейчас даже необходимо. Мы тренируем периодически наш флот. Конечно, мы также периодически это останавливали из-за той проблемы, что нефть все-таки топливо кончается, горючее кончается. Но в целом мы как бы периодически его тренируем, получаем опыт и за счет этого потом сможем качать все доктрины. Мы уже очень неплохо наформили, оптовятся очень неплохо наформили, все отлично. Ну вот я смотрю уже прошло много времени, наша серия пора заканчивать. Как бы в этой серии мы немножко экономику нашу отстраиваем потихонечку, потихонечку избавляемся от черного понедельника. Буквально нам осталось тут 4 фокуса и мы нашу полностью промышленность сможем начать применять для постройки дома уже военных заводов. Постараемся мы везде удержать именно наши страны, которые поддержатся наших интересов. Я думаю в Испании мы победим. Здесь у нас в Индокитае ситуация так себе, но она улучшится. Ну и в Азии тут сложно сказать, что происходит. Самое главное, что мы смогли защитить Дон Кубань. И в принципе все пока идет отлично. Так что с вами был МГМ, подписывайся на канал, ставьте лайки, комментарии, все как обычно и до скорых встреч, пока.